МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы. Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. Здравствуйте. Вы смотрите Магнитогорское времечко. Это прямой эфир. Телефон в студии 24-55-11. Присоединяйтесь к нам. Нам всегда есть о чем поговорить. И сегодня будем говорить преимущественно о коммунальных проблемах, коих накопилось немало у нас, друзья. Вот и Управление охраны окружающей среды и экологического контроля задумалось над тем, немного ли свалок, не санкционированных в черте нашего родного города. Задумалось это управление и усилило контроль за их образованием. Этих свалок сообщает интернет-ресурс Верстов.Инфо. Да, усилило-то в чем. Чиновники призывают магнитогорцев, ставших свидетелями незаконного размещения отходов, записывать номера машин, выгружающих мусор, фотографировать свалки и сообщать к ним в Управление. А между тем, не так давно мы показывали видео, которое сейчас вот идет, присланное нам жителями поселка Димитрово. Это окраина поселка, поле, которое используется для выпаса скота. Но оно превратилось в свалку. Повторяем это видео специально для Управления экологией, потому что ситуация там не изменилась. Ну и для авторов этого видео, и для тех, кто станет свидетелем незаконного размещения отходов где-то еще и зафиксирует это, мы даем адрес Управления экологии, проспект Ленина, 68-2, телефон 580105. Направляйте фото и видеоматериалы по электронной почте, адрес, который видите на экранах своих телевизоров. Возможно, здесь вы добьете решение своей проблемы. У всех наших телезрителей мы спрашиваем, чего добиваетесь вы, друзья. Какие ваши проблемы ждут своего решения? Звоните. Чем сможем? Поможем. Телефон прямого эфира 24 55 11. Ну а прямо сейчас мы покажем вам дом, который вы вряд ли когда-то видели, только если не были в поселке Куйбас. Давайте посмотрим, что же волнует жителей этого дома и какое отношение Магнитогорск имеет к этим проблемам. Этот дом в поселке Куйбас на первый взгляд трудно назвать неблагополучным, но его порядковый номер 13 уже много лет играет жильцами злую шутку. Единственный на весь поселок многоквартирный дом относится к Магнитогорской управляющей компании ЖРУ-4. Эта принадлежность не доставляет радости ни одной из сторон. Мы обратились, один раз позвонили в ЖРУ, чтобы приехали, откачали воду. Нас отправили в водоканал, мы позвонили в водоканал. Они приехали, зашли, посмотрели, что здесь выше колена воды, развернулись и уехали. Ничего не сделали. Из-за дальности расположения 12 километров со всеми коммунальными невзгодами жильцы дома вынуждены справляться сами. Сами откачивать воду из подвала, сами косить траву около дома, сами хлопотать о санитарной обрезке деревьев. В 10-м сделали обрезку деревьев, ремонт входных дверей. Обрезку делали сначала подстанцию, мы просили, они сделали, а потом делал с табаков. Вот это вот мы утеплили на зиму, чтобы не полопалось все это. А под этим утеплителем это вот наши трубы. Тоже сколько просили мы отремонтировать эти трубы. Вот, пожалуйста, это сплошная ржавчина. Там сплошные хомуты, ржавчина. Из всех привычных городу удобств в этом доме только холодная вода и центральная канализация. Ни в одной из 16 квартир даже ванных комнат не предусмотрено. Затоплением мы платим очень много получается. Вот лично вот у меня, вот у меня двухкомнатная квартира. Я почти 3 тысячи плачу. За 4 года, говорят жильцы, ЖУ-4 не отреагировала ни на одну из их просьб. Резонно возник вопрос, за что платим. Этой мыслью активисты дома поделились с защитниками прав потребителей. Мой приезд до 13-го числа, где-то с 11-го по 13-го, здесь стояла деклары за билет в 2-м. В ОЗПП поясняют, не на все жалобы выезжают лично. Но в данном случае управляющая компания уверила правозащитников, что домом занимается и даже список выполненных работ предоставила. Подобного обмана юристы не стерпели и инициировали масштабную проверку. Осмотр подвала и труб, подъездов, фасады и крыши. Все недочеты фиксируются фото- и видеокамерами. Руководство ЖУ-4 не скрывает, дом с номером 13 в поселке Куйбас им обслуживать неудобно. Наши управляющие компании до сюда 15 километров, туда и сюда гонять. Которые деньги они платят на содержание и ремонт, мы только потратим на бензин. Своё оправдание коммунальщики добавляют. Сборы по статье «Содержание и ремонт» у жильцов этого дома в два раза меньше, чем у горожан. Накопленных средств не так много, чтобы выполнять все просьбы. Но ни жильцам, ни правозащитникам отговорки не интересны. Параллельно были запросы и на организации государственного жилищного контроля в жилищную инспекцию. Ушел материал с фотографиями, ушел материал для проведения организации муниципального контроля в администрацию города Мамитогорска. Ну и соответственно мы не исключаем общественную контроль с нашей стороны. В дальнейшем, используя все рычаги, все механизмы, мы добьемся того, чтобы жители получили нормальное, хорошее содержание общего имущества. Руководство ЖУ-4 пообещало заняться подготовкой дома к зиме. Первый пункт – обследование крыши с автовышки и ремонт вентиляции. В том, что теперь представители управляющей компании будут появляться здесь часто, никто не сомневается. Но борьба за надлежащее качество жилищно-коммунальных услуг для жильцов 13-го дома по улице Калиновой завершится еще не скоро. Подъезд точно не отремонтирую. На эти 17 тысяч много не сделать. Извините. Ситуация действительно сложная. 12-15 километров от управляющей компании до дома, которая нуждается в том, чтобы им управляли. Это многое. И тем более Эдуарда Габеева мы всегда с ним встречаемся. Он всегда идет нам на встречу. И нам сложно представить, что по собственному желанию, потому что просто он ленец или что-то, он не делает. Поэтому мы все-таки считаем, что вот эта связь между этим домом и ЖУ-4 должна каким-то образом прерваться. Нужно искать варианты. Мы считаем, чтобы вот такого недовольства с двух сторон не было. Да. Я напоминаю наш вопрос. Чего добиваетесь вы? Сейчас у нас Раиса Григорьевна дожидается на связи, но до этого Лидия Викторовна дозвонилась. К сожалению, ушла она из эфира. Обязательно мы с вами свяжемся, Лидия Викторовна. А проблема была в том, что где смотровая площадка, там на левом берегу, там непорядок. Как раз организуется несанкционированная свалка. Лидия Викторовна работает в водоканале, поэтому по роду деятельности ей там приходится бывать. Обязательно с вами свяжемся. Повторюсь. Спасибо вам за звонок. Раиса Григорьевна, а теперь вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Раиса Григорьевна, чего добиваетесь вы и никак не можете добиться? Я добиваюсь, чтобы мне заплатили за капремонт обещанный 50%. Вернули вам что бы? Уже июль месяц, ничего не возвращают и неизвестно, когда будет. То есть вот и среди ваших знакомых может быть тоже такая ситуация или только у вас? У меня сестра получает каждый месяц, знакомая тоже получает. Я ходила в соцзащиту, сказали, что ни в кем сразу, может даже в сентябре заплатят. Но документы вы все уже сдали, не припозднились, ничего, все донесли, да? Все документы в вашем порядке? Да, но я плачу сейчас, почему у меня в сентябре должны возвращать. Раиса Григорьевна, надеемся, эта проблема все-таки будет решена, потому что на самом деле люди ждут отдачи. Кроме того, что и так много недовольства было, да, по поводу того, что зачем мы должны платить, потом нам что-то будут возвращать, нет, чтобы сразу там половину, допустим. Ну вот не всем сразу, возможно, в этом какая-то сложность в объеме выплачиваемых денег. Спасибо вам за звонок. Да, мы встречаем Валентину. Валентина, здравствуйте. Какая у вас проблема? Чего бы вы добились бы? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня проблема в том, что вот я в 2014 году звонила, вот Мальву у нас все скосили. В 2015 году не стали скашивать, все красиво было. В этом году вот сегодня пошла, вы знаете, по сиреневым, начиная от 20-го дома и выше там. Скосили, это ужас, сколько скосили. У меня аж сердце кровью обливается, вот глядя на это. То есть скосили... Скосили Малевы, там был островок очень красивый, они только-только начинали цвести, по словам Валентины, да? Тем более проезд сиреневый не такой зеленый, чтобы там все скашивать. Я дошла до второго дома вниз к Уралу туда. То же самое, где были цветы, все скошено, скошено. Вверх сюда поднялась, только скосили вообще. Даже не дали им ведь подняться до конца, чтобы распили... Валентина, но вы сходили в домоуправление, они сказали, что это не их рук дело, да? Что это дорожники? Они сказали, что это не наши, не домоуправление, не техники. Ну, скашивают дорожники, как правило, да, тут ровут те, те заросы, я просто верю вас, которые мешают, допустим, движению, да, машины не видят, допустим, повороты и так далее. Я просто не знаю, где там расположено. Ну, это как правило, правильно ты сказала, как правило, но ведь из любого правила, да, исключение бывает. К сожалению, вот сколько раз уже повторяется это, из года в год мы возвращаемся к этой проблеме. А я вот, допустим, из года в год езжу, поворачиваю там на Столиваров, выезжаю отсюда с работы, слева я не могу увидеть, кто там вообще, выходить из машины, что ли, и смотреть там. Огромные стоят, и не Мальвы вовсе, понимаешь? И не могут туда дойти вот эти вот, с этими штуками. Вот он, точечный подход. А где Мальвы, где красота будет, там такие красивые цветки, вот там надо обязательно, понимаешь? Да, вот эти восемь, кстати, такая же проблема, тоже очень сложно завернуть, развернуться. Ну, продолжаем программу. Друзья, из многих магнитогорских микрорайонов исчезают старые игровые комплексы, сообщает Магнит Калайф. Выявлены потенциально опасные площадки. Одна из них во дворе жилых домов на пересечении улицы Несейская и Гагарина. Мы сейчас видим фотографии с этого места. Кстати, это уже 17-я игровая зона, демонтированная из-за ветхости, а вот вновь установленных на их месте площадок пока ни одной. Нам неизвестно, во сколько обходится демонтаж детской площадки, но установить даже просто горку, это уже около 30 тысяч рублей. Во дворе нужны как минимум 4-5 таких развлекательных единиц, если можно так сказать. В общем, дело, конечно, затратное, но, естественно, что нужное дело. Особенно имею в виду крайне малое количество парков для развлечения детей в нашем городе. Да, так и есть. Вот как обстоят дела с детскими игровыми комплексами на площади Горького, мы не узнавали у местных жителей. И без этого хватает впечатлений. Они одни из первых, к кому пришел таки капитальный ремонт. Давайте посмотрим. За работой штукатуров маляров наблюдают больше полусотни глаз. Из окон или вот так прогуливаясь под строительными лесами, жители бдят, как продвигается капитальный ремонт. Алектина Ивановна по адресу Горького 6 проживает вот уже 40 лет. Фасад дома на ее памяти реставрировали дважды в 80-м и 95-м годах. Балконы подделывают, смотрим, что хорошо. И даже пол внутри балкона, вот внутри квартиры, на улице, конечно, тоже делают. И вот у соседей спрашиваю, соседи довольны. Нас интересовало. На кровле, например, не сделан еще заборчик из колонн. Все это будет потом с фасадом сделано. Вопросы к строительной бригаде от жильцов сыпятся постоянно. Будут ли водосточные трубы, поменяют ли окна в подъезде на пластиковые. Подрядчик заверяет, все это входит в капитальный ремонт. Работы в доме начались еще, когда снег лежал. Что-то сделали со светом. Крышу перекрыли. Крышу перекрыли. Крышу зимой перекрывали. Проблема дырявой крыши была насущной несколько лет, а потому работу по ее ремонту принимали в первую очередь жильцы верхних этажей. Были замечания, но их устранили. Сейчас все силы брошены на фасад. Уже говорят, что реставрация займет больше времени, чем планировалось. Нам приходится лепнину это восстанавливать еще, потому что она уже вся осыпалась. Где кирпичную кладку приходится делать? Штукатурим, грунтуем, шпаклюем. Ну как положено, все как у нас в смете есть, все-все делаем. Большинство домов Ленинского района старые застройки. Они попадают в первый этап региональной программы и будут отремонтированы до 2019 года. За нынешний год различные виды работы будут проведены в 20 домах. Оценивать качество ремонта будет комиссия. Региональный оператор это в первую очередь в присутствии жителей дома. То есть пока жители не подпишут, приемка дома не осуществляется. И наша обслуживающая организация, то есть наша управляющая организация имеет интерес, потому что нам обслуживают дальнейшие дома. Поэтому мы ходим, контролируем, высказываем свои замечания. Если штукатурка посыпется, а крыша вновь протечет, строители будут вынуждены вернуться на этот объект. Подрядчик дает гарантию 5 лет на свою работу. Ну, гарантия хорошая, конечно, дело. Но желаем, чтобы жители никогда ее не воспользовались. Как закончат у вас ремонт, друзья, звоните нам, приедем, посмотрим на вашу красоту. А вот Елена, которая до нас дозвонилась, она уже много раз у нас была в эфире, и звонит нам постоянно. И Московская 75 дом, проблемный дом. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, чего вы добиваетесь? Что-то к вам никак не придут ремонтники-то. Что у вас там? Да, добиваемся от управляющей компании, чтобы сделали нам ремонт в подъезде. Хотя бы. Вот. Потому что квартиры коммунальные, и хотелось бы, чтобы занялись наконец-таки и кухнями, и коридором, и санузлами. Но подъезд в ужасном состоянии. Вот я вам, Андрей, говорила в приватной беседе, что размывается стена между третьим и вторым этажами. Ну, и вас там, да, вас каким-то странным образом пытаются успокоить? Расскажите, мне вы сказали уже. Да, да, да. Нам сказали, пришел сантехник, и говорит, вы не переживайте, дом кирпичный, он не упадет. То есть вас не размоет, спите спокойно. Вот стоять сто лет, да. Вот представьте наше состояние. Управляющая компания у вас какая, Елена? У нас жилой номер один, у нас щепетки. Жилой номер один, да. И когда вы туда обращаетесь, вам ответ один по поводу того, что у вас не плательщиков много. Да. Лена, а за капитальный ремонт вы платите за капитальный ремонт? Что? За капитальный ремонт вам приходит квиток, вы платите? Нет. А за что я должна платить? Не, ну то есть вы не платите, потому что... Да, потому что не хотите платить, или потому что у вас не будет капитального ремонта? Я верю твердо в то, что его не будет никогда. Вы знаете, Андрей, я вот в эту несгибаемость нашего жилого номер один верю твердо. А квитанции-то все-таки приходят? Давайте скажите нам, на капремонт. Квитанции приходят, но пусть скажут спасибо, что мы оплачиваем до копеечки все. Да, 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 и текущего ремонта тоже не делаю. Хотя там у вас как раз все и течет. Спасибо вам большое. Елена, спасибо за звонок. Возможно, вернемся, на самом деле, к вашему дому, потому что были мы у вас уже там. Но не знаю, правда, чем это в очередной раз кончится. Ну, хотя бы сравним картинки. Друзья, сегодня нам поступило сообщение с фотографиями от молодой мамы Алены. И вот, чего добивается Алена. Одно из кафе города перед своими фасадами на пешеходной дороге построило летнюю зону. Вот хорошо видно на фотографии, как это происходит. Просто огородили заборчиками пешеходную дорожку. Взамен, чтобы люди ходили, выложили тротуарной плиткой дополнительную зону, которая до этого была, кстати говоря, газоном. Вот нас заинтересовала эта ситуация. А и Алену, как и нас, интересует санкционированность этой постройки. И насколько вот этот захват пешеходной дороги правомерен. Мы планируем узнать варианты решения этой проблемы. Да, следить за нашими эфирами. Ситуация действительно интересная. Чего добиваетесь вы? Вопрос нашей программы. 24 55 11. Звоните. В нашей области увеличилось количество лесных пожаров. С начала месяца сгорели тысячи гектаров лесов. Ужас какой! О чем только люди думают! Будь осторожен с огнем! Благеннагорская «Времщика» в прямом эфире. Спрашиваем у вас сегодня, чему добиваетесь вы? Галина Владимировна до нас дозвонилась. Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый! Рассказывайте, пожалуйста, чего же вы добиваетесь? Мы добивались вот чего. У нас по Чеховскому 61. Это теплофикацию углубляли в землю трубы. Это теплые. И, в общем, где-то с метра два они не заасфальтировали у нас дорожку, где проходит эта мама с ребятишками в детские сады. Да и прохожие проходит. И, представляете, мы обходим вот этот вот, как участок два метра, где галька застыпана. Понятно. Во грязи. Галина Владимировна, скажите, пожалуйста, когда производились там работы? Год назад? Полгода? Когда? Тому назад. И никак не можем добиться. Полгода тому назад? Да-да, два года. А, два года тому назад. Просто я не расслышал. Обращались вы в теплофикацию или нет? Они же должны восстановить многое устройства. Они должны восстановить, конечно, покрытие. Никаких, никаких. Ну, созвонимся. Вы обращались или нет, Галина Владимировна? Обращались. Что сказали? Вы доделали, все готово у вас там или что? Что говорят-то? Ну, как говорят? Ну, сделаем, 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 сделаем. И до сих пор делают. Два года прошло. Спасибо вам, Галина Владимировна, за звонок. Позвоним, мы обязательно в теплофикацию узнаем, почему не доделывают свою работу. У меня тоже был звонок от Валентины Степановны. Она на Чайковского, 70, живет там, соседка. Ну, у нее про жировое качество был звонок. Хотела похвалить, как красиво им мажут дом. Ну, что-то вот сорвалось. Звоните еще, Валентина Степановна, будете говорить в прямом эфире. А прямо сейчас мы покажем вам фотоскульптур, установки которых тоже кто-то когда-то добивался, несмотря на то, что странные достаточно скульптуры. Вот памятник, Андрей, посмотри, я среднему пальцу в Италии. Вижу. Вот свинаутка в Финляндии, тоже интересная. А вот памятник Зигмунду Фрейду в Чехии. А сейчас России немножко предповешенной. В России вернемся, памятник шпротам в Калининградской области. И памятник огурцу в Московской, вот он, огурец. У нас как-то в России все больше, как мы видим, о еде. Ты знаешь, это лучше, чем Зигмунду Фрейду, который больше на Иуду похож. В общем, между тем, друзья, в Магнитогорске есть интересная скультура, существование которых многие горожане даже не догадываются. Дмитрий не рыбак и не ифтеолог, но уже две недели он постигает основы строения рыб. Точнее, конкретной рыбы. Той, что расположена в сквере при областной туберкулезной больнице номер 3. Сейчас я грунтую, как бы восстановил. Сейчас нужно закрепить вот это все, потому что здесь как бы идут старые части какие-то. Тут есть то, что вот новое я вот сделал. Просто материалы старые и новые нужно как-то совместить, закрепить, чтобы она еще простояла столько же, сколько она стоит. Восстанавливать эту скульптуру Дмитрию пришлось в буквальном смысле из обломков. Вот в каком виде досталась она художнику-реставратору. Идея принадлежит руководству больницы. Территория, прилегающая к ней, большая. Каждый год ее стараются благоустраивать. Цветы и скамейки есть. Теперь очередь более масштабных свершений. Как соотносится скульптура рыбы и туберкулезная больница, объяснение уже продумано. Эта рыбка, говорят врачи, исполнительница трех желаний. Первое желание – это желание наших больных, чтобы они быстрее выздоровели. Второе желание – это наших сотрудников, чтобы наши сотрудники работали еще в более современных и комфортных условиях. И третье, самое, наверное, важное желание, главное желание нашего города – чтобы наше общество было здоровым. Ограждение вокруг скульптуры говорит о том, что когда-то она была частью фонтана. Этим бордюром до встречи с руками реставратора еще далеко. Рыба воссоздана, и теперь Дмитрий будет заниматься пьедесталом. Сейчас я буду ее делать вот до такого, очищать, чтобы был чистый камень. И вот на чисто каменном подиуме, на белой тумбе, будет черненая рыбка с золотым отливом. Что интересно, прямо через ограду красуется сестра-близнец – реставрируемые рыбы. Обитание на территории детского сада номер 92 наложило на нее отпечаток. Скульптура по-сказочному разноцветная. Раньше это был огромный большой парк, и это было два фонтана. Потом их разделили и присоединили их к детскому саду, к одному и к другому. Раньше здесь у нас плавали ребятишки, тут наливалась вода, и был детский бассейн. Но сейчас как бы по технике безопасности или по санитарным нормам его закрыли. Да и сама система водоснабжения фонтана давно пришла в негодность. Восстанавливать ее – значит ломать то, что еще сохранилось. На это не решится никто, ведь средства нужны немалые. Восстановление рыбки в сквере туберкулезной больницы стало возможным еще и потому, что художник-реставратор Дмитрий согласился работать бесплатно. У меня есть художественное образование, но сейчас, как правило, этим жить не будешь. А творческий полет – я с удовольствием согласился. Деньги тут не главное. Главное – будут потом ходить, смотреть, и мне уже это приятно. Как будет выглядеть скульптура рыбы на территории туберкулезной больницы, станет известно совсем скоро. Завершить реставрацию запланировано ко дню медицинского работника – 19 июня. Мы надеемся, художнику Дмитрию не помешал сегодняшний дождь провести свои работы. Тем более, мы напоминаем, что синоптики обещают и сегодня ночью, и завтра днем проливные дожди, и даже град. Кстати говоря, сегодня у нас был только дождь, а на банном зафиксировали, и град тоже. Так что будьте осторожны. Да, Надежда Георгиевна до нас дозвонилась, это наш сегодня крайний звонок. Здравствуйте, Надежда Георгиевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогая редакция. Когда поднимется у нас вопрос о защите ребенка? У нас был 1 июня, защита день ребенка. Вот у нас такая ситуация, я буду говорить коротенько. Ребенка привели в детский сад. Раньше, помню, в свои времена, ребенка приводишь в детский сад. Когда воспитатель не пропустит ребенка в группу до тех пор, пока он не посмотрит горлышко, это буквально 1 минута, и ребенок поднимает маечку. Почему сейчас детей приводят, больных в детский садик, заражается вся группа? У нас привели ребенка сегодня, ребенок прошел в группу с ветрянкой, вся группа, там сколько, 20 человек, все были контактны. Как это так? Почему, когда это вот все прекратится, и когда поднимется этот вопрос? У нас, я понимаю, там частные детские сады, но когда государственные? И почему у нас до сих пор нет вот этих медиков? Спасибо вам большое за звонок, когда дождь ребенка. Дело в том, что я вот не знаю, какой толк будет от того, если воспитатель заглянет в горлышко ребенка, потому что воспитатель, воспитатель, а не медсестра даже. И посмотреть, увидеть что-то в горле у ребенка без фонарика тоже невозможно, даже если это запущенная ангина. Ну, явную сыпь тоже человек не пропустит. Ну, явную сыпь, если у ребенка, естественно, на лице пятна и так далее тоже, ну, маечку поднимает. Я не знаю, какая конкретно там ситуация была, но здесь вот я встану на защиту воспитателей все равно. Потому что родители бывают разные, забежали, бросили и убежали. И воспитатель, все-таки я говорю, вот много у воспитателя обязанностей, но горло смотреть не его обязанность. Все-таки, тем более, есть и термометры, градусники при входе на каждой группе. Ну, пожалуйста, можно это делать, самим родителям как-то отслеживать. Ну, когда такие ситуации возникают, конечно, когда закрывают на карантин, это, конечно, ужасно. Благодаря всех, друзья, за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам за звонки. Не пропустите нашу пятничную программу. Пригласили мы в эфир уважаемого нашего Александра Головкова, председателя Союза Садоводов. Будем говорить о проблемах и ожиданиях садоводов, о достижениях, найденных в путях решения проблем. Готовьте свой вопрос Александру Сергеевичу. На это прощаемся с вами. Друзья, увидимся в пятницу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok